Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Девушки отдыхают. В 12 главе нам дано указание сделать что-то со своим телом и умом. Аминь. Итак, давайте рассмотрим, что сказал Павел в 1 Коринфянам 9 главе, 27 стихе. 1 Коринфянам 9, 27. Павел. Чудесный, помазанный апостол Божий, написавший половину Нового Завета. И заметьте, что он сказал, «Усмиряю тело мое». Обратите внимание, апостол, человек, ходивший с Богом, имевший божественные встречи, и его тело все еще хотело поступать неправильно. То, что вы родились свыше, еще не значит, что ваше тело начнет вести себя правильно. Вам нужно заставить свое тело вести себя правильно. И он говорит, «Я усмиряю свое тело». Кто это я? Мой дух. Ваш дух – это настоящие вы. Ваше тело – это не настоящие вы. Вы – дух. У вас есть душа, то есть разум, воля и эмоции, и вы живете в теле. Но тело – это не настоящие вы. Дух – это настоящие вы. И Павел сказал, «Я – настоящий я. Мой дух. Мой дух. Я – мой дух. Усмиряю тело мое». То есть, я позволяю моему духу доминировать. Мое тело не будет доминировать. Если ваше тело начнет над вами господствовать, оно поведет вашу жизнь в разруху. Но Павел сказал, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Что он имеет в виду? Я могу рассказывать кому-то, как добиться успеха, «Но мне все равно нужно усмирять свое тело, потому что то, что я проповедую это, еще не означает, что мое тело автоматически находится в подчинении. Я должен усмирять свое тело». И он сказал, чтобы самому не остаться недостойным. Один из переводов говорит, «Не остаться отложенным в сторону, как непригодный к использованию». То есть, если мы не сделаем того, что нужно с нашим телом, Бог не сможет использовать нас так, как Он хочет. Он хочет использовать всех нас. Но если мы позволяем своему телу господствовать над нами, наши тела участвуют в неправильных вещах, ходят в неправильные места, Бог не может использовать нас так, как Он хочет. Почему? Он использует сосуды, которые предоставлены Ему. Вы не можете предоставлять себя греху, а потом говорить, «Бог, используй меня». Мы должны предоставить себя Богу. Давайте еще раз прочитаем Римлянам 12 главу. Павел сказал в 12 главе Римлянам в первом стихе, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Милосердие Божье поможет вам. Мы не делаем это силой воли, но Его милостью. Милосердием Божьим. Вы представьте тела ваши. Бог не будет что-то делать с вашим телом. Вы должны сделать что-то со своим телом. Вы должны сказать Ему, «Больше никогда, никогда ты не будешь сдаваться тому, чему сдавалось прежде. Никогда не будешь участвовать в том, в чем ты участвовала прежде». Вы должны сделать что-то со своим телом. Представьте тела ваши в жертву живую святую. Святую. Если что-то не свято, вам нечего это делать. Благоугодную Богу. Если Богу что-то не угодно, то и вы с этим не соглашаетесь. Для разумного служения вашего или для духовного поклонения. Обратите внимание, то, что мы делаем со своим телом, это вид поклонения. То, в чем мы позволяем своему телу участвовать, куда мы ходим, во что мы вовлекаем свое тело, это вид поклонения. Аминь. Посмотрите. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь. Заметьте, мы либо со-образуемся, либо пре-образуемся. Каждый человек либо со-образуется, либо преобразуется. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Заметьте, здесь не сказано «преобразуйтесь при рождении свыше». Бог не преобразил вас при рождении свыше, Он дал вам новый дух. Он забрал старый мертвый дух и вложил свой собственный дух, живой дух, в вас. Но не это преображает вас. Преображает вас то, что вы делаете со своим умом. А то, что вы делаете со своим умом, определит, что вы позволите своему телу делать. Но преобразуйтесь, посмотрите на это, обновлением ума вашего. Послушайте, он дал вам новый дух. Теперь вам нужен новый ум. Как получить новый ум? Питать свой ум словом. Оно даст вам Божьи мысли. Обновить свой ум значит перенять Божий образ мышления. Получив новый дух, мы получили его дух. Чтобы получить новый ум, нам нужно взять себе его ум. Как это сделать? Через слово. То есть, это процесс. При рождении свыше вы получили новый дух во мгновение. Во мгновение ока новый дух, но не так приходит новый ум. Новый ум приходит через процесс длиною в жизнь. Процесс питания словом и исполнения слова. Обновление ума – это не просто читать Библию. Это не просто цитировать Библию. Это даже не просто знать правильные ответы на жизненные проблемы. Обновление ума – это исполнение слова. Исполнение слова. Ум не обновляется, пока он не живет в этом. Ум не обновляется словом, пока он не исполняет слово. Исповедания недостаточно. Послушайте, исповедовать правильно. Потому что исповедание помогает нам знать, что мы должны делать. Но просто умение исповедовать без исполнения не обновляет ум. Наш ум не обновляется, пока мы не живем словом в нашей повседневной жизни. Аминь. Итак, тут сказано. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обратите внимание. Если мы хотим, чтобы у нас были небеса на земле, нам нужно делать что-то с нашим телом, и нам нужно делать что-то с нашим умом. Аминь. Слово Божье – это мысли Божьи. Дав нам свое слово, Бог дал нам свой образ мышления. Обновлять свой разум словом просто значит, что когда мы мыслим по-другому, чем слово, мы говорим, хорошо, я перестану думать так, как я думал, и я перейму мышление и понятие слова. Аминь. Аллилуйя. Когда кто-то обновляет свой ум, это становится явным. Это видно. Если это незаметно в вашем браке, значит, вы не обновляете ум. Если это не видно в вашем теле, вы этого не делаете. Если это не видно в том, как вы обращаетесь с людьми, вы этого не делаете. Потому что, когда ваш ум обновляется, он начинает преображаться, это становится видно. Аминь. Мы любим все тело Христа. Но я хочу, чтобы вы знали, что лучше всего быть среди тех, кто обновляет свой ум, а не тех, кто только спасен, тех, кто обновляет свой ум. Потому что, если мы не обновляем свой ум Словом Божьим, наша жизнь будет похожа на жизнь неспасенного соседа. Именно обновленный разум сделает вашу ежедневную жизнь такой, какой Бог предназначил ей быть. Аминь. Бог хочет усмиренные тела. Тела, подчиненные праведности. Тела, подчиненные Ему. Тела, под владычеством нашего собственного Духа. Он говорит нам в Римлянам 12.1, что делать с нашими телами? Усмирять их. Усмирять их. Он хочет подчиненное тело, но он хочет преображенный ум. Можно я вам скажу, почему Павел сказал «умоляю вас»? С огромной ревностью он говорит «умоляю вас». Сделайте что-то со своим умом и телом. Бог сделал что-то с вашим Духом, но именно вы должны сделать что-то со своим умом и телом, иначе ваша жизнь будет в развалинах. Почему он умоляет нас сделать что-то с нашим умом и телом? Потому что это лучшая защита от дьявола. Если вы не усвоите ничего другого, обязательно услышьте вот что. Ваша лучшая защита от дьявола – это усмиренное тело и обновленный ум. Если вы будете обновлять свой ум словом, дьявол не сможет в него пробраться. Если вы не будете предоставлять свое тело неправильным вещам, дьявол не сможет пробраться. Вы понимаете? Дьявол атакует всех, но то, что он атакует, не значит, что он обязательно должен проникнуть вовнутрь. Он не должен проникнуть просто потому, что он противостоит. Мы не можем ему помешать противостоять нам. Наше дело – не дать ему проникнуть вовнутрь. Как нам это сделать? предоставить наши тела праведности, не участвовать в том, что Богу не угодно и что не соответствует Слову, и правильно поступать с нашим умом, принять Божьи мысли, перестать думать так, как мы думали раньше. Ваша жизнь до рождения свыше, ваша семья, ваше окружение научили вас определенному образу мышления. Даже ваш собственный характер и склонности ведут к определенному образу мышления. Если это не соответствует Слову, вам нужно это изменить. Знаете, что это значит? Это значит, что ваш характер не ваш господин. Ну, я просто такой. Ну так измените то, какой вы. Ваша индивидуальность должна добавлять красочности вашей жизни, но не руководить вашей жизнью. А многие люди позволяют своему характеру править. Ну, я просто вспыльчив. Измените это. Ну, я просто говорю то, что я думаю. Измените это. Благословен Бог! Я просто научился контролировать и манипулировать, чтобы добиваться своего. Уж лучше измените это. Потому что если то, что вы допустили в свой характер, противоречит Слову, это разрушит вашу жизнь. Это разрушит ваш брак. Это разрушит ваш дом. Это навредит вашим детям, и они вырастут испорченными. Они не будут воспитаны правильно и здраво, но вырастут с отклонениями во всяких неправильных направлениях. Потому что ими манипулировали, их контролировали, их учили манипуляции и контролю. Если что-то не соответствует Слову, уж лучше измените это. Иначе это будет входной дверью для дьявола. Если у дьявола есть какой-то доступ в вашу жизнь, тогда вы знаете, что необходимо обновить. Аминь. Дьявол пытается нас атаковать, разрушить нашу жизнь, но на самом деле он таким образом высвечивает для нас то, с чем нам нужно разобраться. Мы не можем помешать дьяволу нам противостоять, но усмиренное тело и обновленный ум не дадут дьяволу войти. Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Поэтому Павел сказал, умоляю вас, сделайте что-то со своим умом и телом, потому что тогда вам не придется носиться и говорить, «Бог, сделай что-то, пастор, помолись за меня». Послушайте, мы хотим молиться за людей, но я хочу, чтобы вы знали, если мы займемся умом и телом, нам не придется носиться во время кризиса, прося людей вытащить нас из наших проблем. Почему? Потому что проблемы не доберутся до нас. Аминь. Самую лучшую жизнь вам даст обновленный ум. Самую мирную жизнь вам даст обновленный ум. Помню, много лет назад мы с мужем смотрели интервью одного служителя на телевидении, и ведущий задал вопрос этому служителю. А это был известный служитель. «Как дела у вас в семье? Как дела у вас с женой? Пришлось ли вам много работать над своим браком?» И он ответил, «О, да, за годы нам пришлось поработать над нашим браком». Я повернулась к Эду и сказала, «Нам никогда не приходилось работать над нашим браком». Он согласился. Я сказал, «Я не помню, чтобы мы хоть раз говорили, нам нужно поработать над нашим браком». Что я делала каждый день? Я работала над своим умом. Я работала над своим умом. Я занималась обновлением ума, приводя свои мысли в соответствие со Словом Божьим. Это работа каждого дня до конца вашей жизни. Никогда не наступит день, когда ваш ум скажет, «Хорошо, все, я обновлен». Нет, Библия говорит, что мы обновляемся изо дня в день. До конца нашей жизни наше дело – постоянно обновлять свой ум. Почему? Потому что вчера вы обновили свой ум, а сегодня утром просыпаетесь. Ой, как это он там очутился по другую сторону? Как это он не на месте? Когда я ложился спать, все было замечательно, а с утра проснулся совершенно другим образом мышления. Так? Нет, вернись на место. Мне нравится то, что нам сказал Папа Хеггин. Ум не остается обновленным, так же, как волосы не остаются причесанными. Потому так же, как каждое утро вы встаете и приводите волосы в порядок, вам каждый день нужно снова приводить в порядок свой ум. Почему? Потому что ум хочет вернуться в свое естественное состояние. Почему? Потому что он земной, он просто хочет назад. Тело хочет вернуться к тому, что для него естественно и поступать неправильно. Каждый день вам нужно вставать и говорить, «Нет, не выйдет, нет, нельзя». И позвольте вам сказать, Чем больше вы будете поступать правильно, тем легче это станет. Но если вы три месяца проводите в неправедности, два месяца в праведности, четыре месяца, говоря все, что вам вздумается, и кому вздумается, а потом говорите, «Я не понимаю, почему у меня нет мира». Я понимаю. Спросите у меня. Вы не можете один день выбирать плоть, а на следующий день выбирать дух, и при этом думать, что все будет в порядке. Аминь. Каждый день следите за своим умом, следите за своим телом, и перестаньте просто позволять им делать что-то из-за того, что они всегда это делали. Ну, я просто так думаю. Измените свой образ мышления. Если мы будем обновлять свой ум, у нас дома будут небеса на земле. Правда? Да, это возможно. Я сказала, это возможно. Многие думают, что их проблема в дьяволе, хотя их проблема в необновленном уме. Позвольте вам сказать, депрессия – это необновленный ум. Не поймите меня неправильно. Чувства депрессии, симптомы депрессии очень реальны, но вы полностью от них избавлены. И, обновляя ум, вы это увидите. Аминь. Сегодня мы слышим о таких вещах, как панические атаки, слышим терминологию, описывающую страх, тревогу, панику. Все это – ничто иное, как дух страха. И ничего больше. Сердце сильно бьется. Не могу дышать. Тревога. Я не насмехаюсь над этим и не преуменьшаю. Это очень реально. Но я хочу, чтобы вы знали, что все это – дух страха. А дух страха может влиять только на необновленный ум. Поэтому нужно приходить в церковь как можно чаще, потому что слово – это лекарство для необновленного ума. Пользуйтесь каждой возможностью быть в церкви, чтобы обновлять свой ум, потому что единственный способ обновить ум – это заполнить свое мышление словом, наполнить себя мыслями слова, перенять Божьи мысли и отказаться, выходя со служения, делать то, что делали прежде. Недостаточно посетить церковь и сказать, «У меня будет успех». Нет, не выйдет, если вы не будете выполнять домашние задания. Ученик не получает проходной балл за то, что посещал уроки. Ученик получает проходной балл, если он выполнял домашние задания, учился, делал то, что должен за пределами класса. Читал, учился, заучивал наизусть, вкладывал свое время, точно так же с обновлением ума. У вас не будет успеха в христианской жизни просто от того, что вы посещаете церковь. Успех приходит, когда вы правильно занимаетесь своим умом. Дома. Правильно обращаетесь со своим телом. Дома. И всем это очевидно. Помните, когда в школе учитель говорил, «Передайте тетрадь с домашним заданием вперед». Если вы не выполнили домашнее задание, вам нечего было передать вперед, и все ученики знали, что вы не выполнили домашнее задание. Если мы не выполняем домашнюю работу с нашим умом и нашим телом, люди это увидят, это будет явно. Это будет очевидно в том, как мы разговариваем с людьми, как мы обращаемся с людьми, в том, что происходит в нашем браке, в наших финансах, что происходит в нашем теле, что происходит с нашими детьми. Будет видно, работаем ли мы правильно над своим умом и телом. Аминь. Далее. Павел сказал обновлять ум. Давайте прочитаем первую главу Иакова 21 стих. Иакова 1.21. И я буду читать в расширенном переводе. Иакова 1.21 в расширенном переводе. «Итак, избавьтесь от всякой нечистоты и буйно разросшегося нечестия». Он говорит «избавьтесь от этого». Как от этого избавиться? Прекратите это. Как прекратить? Перестаньте сдаваться этому. Перестаньте сдаваться этому. Видите ли, если бы мы не могли перестать это делать, Он не говорил бы нам перестать. Бог был бы несправедлив. Если бы Он сказал нам перестать делать что-то, что мы не можем перестать делать. Если Он говорит нам перестать что-то делать, это потому, что мы можем перестать. «Итак, избавьтесь от всякой нечистоты и буйно разросшегося нечестия. И в смиренном, мягком, кротком духе примите и поприветствуйте Слово, которое, будучи насажденным и укорененным в ваших сердцах, содержит силу, чтобы спасти ваши души». О, что он имеет в виду? Иаков пишет христианам. «И знаете, что он им говорит? Ваши души не спасены». Он не говорит об их духе. Он говорит об их душе. Их разум не обновлен. Вот о чем он говорит. Он называет это неспасенной душой. Об этом же Павел говорит. Обновляйте ум. Аминь. Как люди, я говорю о христианах, участвуют в нечистоте. Мир в ней участвует, потому что они ничего не могут с собой поделать. У них мертвый дух. В них нет жизни Божьей. У них нет способности сказать «нет». Но у христиан она есть. В 22-м псалме Давид говорит «Он восстанавливает душу мою». Как Бог восстанавливает нашу душу? Точно так же, как Он обновляет наш ум. Как Он обновляет наш ум? Когда мы питаемся Словом. Когда мы вкладываем Слово в свои мысли, в свои уста, в свои действия. Тогда Он восстанавливает нашу душу. Аминь. И в 3-м послании Иоанна, во 2-м стихе, сказано следующее. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как или в той же степени, в которой преуспевает душа твоя». Итак, Он называет обновление ума преуспеванием души. Посмотрите, Иаков называет это спасением души. Павел называет это обновлением ума. Давид называет это восстановлением души. Иоанн называет это преуспеванием души. Обратите внимание, они все говорят об одном и том же, но именно нам нужно сделать что-то с нашим умом. Аминь. Нам нужно взять ответственность за свой ум. Моей маме нравится реставрировать антикварную мебель. Когда она покупала какую-то антикварную мебель, нуждающуюся в реставрации, она расчищала наш кухонный стол, а он был огромным, ставила на него эту мебель, которая обычно была поменьше размером, застилала весь стол газетами, доставала все оборудование, все материалы, необходимые для реставрации. И в следующие несколько дней она только этим и занималась. В каждую свободную минуту она счищала старую краску, шлифовала мебель, делала все необходимое. Почему? Потому что она знала, чем быстрее она ее восстановит, тем быстрее она сможет ей наслаждаться. Если бы она тратила только пять минут в день на реставрацию, эта мебель стояла бы на нашем кухонном столе месяцами, месяцами и месяцами. Но она выкладывалась полностью, посвящая все свое время, каждую свободную минуту, реставрации этой мебели, потому что потом она могла ей наслаждаться. Почему так мало христиан по-настоящему наслаждаются полнотой того, что им было обеспечено? Потому что они не посвятили время тому, чтобы обновить ум, восстановить душу. Аминь. Они просто занимаются этим по чуть-чуть. Пару мгновений на этой неделе, пару секунд на следующей неделе. Но это хорошо. Но потребуется очень долгое время, если вы выделяете на это так мало времени и усилий. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу Иисуса Навина. Иисуса Навина, первая глава. Бог разговаривал с Иисусом Навином после ухода Моисея и говорил, что ему необходимо делать для успеха в качестве лидера Божьего народа. Он сказал вот что. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Это значит, пусть слово всегда будет в твоих устах. Он не имеет в виду круглосуточно. Он не говорит о том, что каждый разговор должен состоять из мест Писания. Он говорит, пусть слово в твоей речи станет привычкой. Но поучайся в ней. Посмотрите на следующую фразу. «День и ночь». Поймите, он не говорит, чтобы вы делали это круглосуточно. Он говорит о том, что это должно быть образом жизни. Чтобы вы не делали это только в воскресенье, только в церкви или только в присутствии служителя. Это ваш образ жизни. Думать о слове. Пусть ваши мысли будут о слове вместо депрессии. Пусть ваши мысли будут о слове вместо страха. Поучайся в слове день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в нем написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Обратите внимание, ваш успех придет не от того, что дьявол оставит вас в покое. Ваш успех придет из-за того, что вы делаете со словом в вашем разуме и в вашей жизни каждый день. Аминь. Аллилуйя. Каждый день, каждый день, каждый день мы поучаемся. Поучаться значит говорить это. Просто говорить это самому себе, прокручивать это внутри себя, размышлять об этом, говорить об этом часто. Аминь. Аллилуйя. Я хочу сделать кое-что для тех, кто смотрит наши передачи, и для тех, кто здесь присутствует. Иногда люди, если так можно выразиться, нуждаются в дополнительной помощи. Они сидят в колее неправильного образа мышления и поступков. Уже так долго. И у Бога есть сила, которая поможет им, я бы сказала, выбраться на ровное место. Аминь. И мы хотим высвободить веру. Если вы говорите, пастор, я прохожу через депрессию, подавленность, страх, то я скажу вам, Божья сила придет и разобьет это над вами. Но после того, как мы помолимся за вас, вам нужно будет делать правильные вещи со своим умом и правильно поступать со своим телом. Аминь. Итак, давайте просто все высвободим свою веру в направлении тех, кто сегодня утром нуждается в помощи. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И тем, кто борется со страхом, депрессией, подавленностью, я говорю, будьте свободны во имя Иисуса. Дьявол, убери свои руки от их ума. Убери свои руки от их тела. Убери свои руки от их жизни. Будьте свободны во имя Иисуса. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Давайте поднимем руки и поклонимся Ему. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что мы свободны. Спасибо Тебе за Слово, которое делает нас свободными. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе честь и благодарение. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Аллилуйя! Кто из вас знает, что свобода от того, что вас мучает, настолько доступна? Но я хочу, чтобы вы знали, что не то, что вы делаете в церкви, а то, что вы делаете каждый день, определяет результат. Аллилуйя! Аллилуйя! Вам это было полезно? Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Субтитры создавал DimaTorzok